Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. Ключ к решению проблем в сфере безопасности находится в Евразии. Заявление белорусского лидера на полях Минской конференции. Как будет здесь в будущем, так будет во всем мире, подчеркнул Александр Лукашенко. Именно в Евразии находятся страны, которые способны возглавить движение к всеобщей безопасности и уже выдвинули ряд инициатив. Как деградирует архитектура мира? Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом. Политика, экономика, военная, информационная безопасность. Худшее, что может сейчас случиться – тотальная милитаризация планеты. Тогда вспыхнет очень быстро и с огромнейшими последствиями для всех нас. Для этого уже сейчас нужно думать, как сбросить балласт военных противоречий и расходов, найти новый ключ к решению текущих проблем и создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности. Венгрия не готова дать и крупице своего суверенитета, несмотря на давление извне, заявил Сеярта на полях Минской конференции. Либеральный мейнстрим в Брюсселе не может смириться со странами, которые привержены принципу суверенитета. А Венгрия именно такая страна. Мы не готовы отдать и крупице своего суверенитета, несмотря на давление извне и от некоторых сил внутри страны тоже. И, насколько я понимаю, брюссельский мейнстрим не может этого переварить, но с этим приходится жить. Мы находимся у власти в Венгрии, потому что люди нам доверяют и голосуют за нас. А в этом и есть смысл демократии. Мы побеждали на всех выборах с августа 2006 года, то есть уже в течение 18 лет. Генсек УДКБ. Искать мир и стабильность в одиночку. Бесперспективно. Мы не ставим цель стать противовесом какой-либо другой организации или стране. Более 20 лет УДКБ доказывают свою эффективность в обеспечении региональной безопасности. Вице-премьер Сербии против милитаристской риторики и за свои ценности. Мы верим в Бога. Мы верим в суверенность государств. Мы верим в традиционные семьи. Это наши ценности. Это согласие между ценностями. И так называемый коллективный Запад не верит в это и не признает наше право на определение своих жизней. Сергей Лавров о том, что Белому Дому не нужен мир. Администрация Байдена блокирует любые усилия, призванные положить конец трагедии палестинского народа. Осуждая терроризм во всех его проявлениях, мы в то же время категорически не приемлем коллективные наказания жителей Газа и Западного берега. Запад старается об этом молчать. Но за один год операции Израиля погибло в два раза больше мирных палестинцев, чем количество гражданских жертв с обеих сторон за 10 лет после госпереворота в Киеве. Правящая партия Грузии смело отвечает на обвинения Запада в подтасовке выборов и ждет доказательств от Хельсинской комиссии. Эти явные доказательства пусть соизволят показать нам или прокуратуре, или другому следственному органу, или пусть обнародуют и покажут грузинскому обществу. В противном случае явным будет только то, что Хельсинская комиссия врет. Миллиардер Джефф Безос утверждает, что американцы больше не верят в СМИ. Журналистам сегодня доверяют меньше, чем кому бы то ни было еще. А это значит, что они делают что-то не так. Реальность победить нельзя. Когда тебе перестают верить, легко свалить вину на кого-то другого. Но психология жертвы и вечные жалобы – это не стратегия. Нужно работать над тем, чтобы вернуть доверие людей. Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс продолжают брать журналистские призы, но они все больше говорят лишь с элитой, а точнее друг с другом. Макрона во Франции поддерживают уже менее 1,5 французов. Рейтинг Эммануэля Макрона снизился до рекордных 17%, пишет Ле Фигаро Магазин. Это падение связано с летним распуском парламента и назначением внеочередных выборов, что вызвало значительное недовольство у граждан. За 10 лет Европа потратит на оборону 500 миллиардов долларов, заявил министр обороны Латвии. Прибалтийская республика также строит завод пороховых зарядов для снарядов, который заработает в 2026 году, впервые рассказал он. Сейчас латвийцы снижают расходы на социальные нужды и науку для закупки оружия и боеприпасов, а также создание стены на границе с Россией и Белоруссией. Трамп может инициировать новые Минские соглашения в случае победы на выборах в США, пишет Financial Times. В этот раз будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей. За их соблюдением должны будут следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН. Пока Зеленский просит помощи у Запада, украинские чиновники ни в чем себе не отказывают. Горы золота и валюты. Украинский чиновник задекларировал состояние суммой 62 миллиона долларов наличными. Владеет таким состоянием на пару с супругой начальника отдела областной государственной казначейской службы Игорь Верига. Кроме того, мужчине принадлежат драгоценные металлы на 38 миллионов гривен. Еврокомиссия впервые раскритиковала украинские медиа. Украину призывают постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт, причем не дожидаясь завершения войны. И еще несколько поступков и мнений, которые показались нам интересными. Вуллин на конференции по безопасности. Сейчас самая большая проблема – это абсолютный недостаток международного права. Коротченко. Инициативы Лукашенко по международной безопасности очень востребованы в мире. Лукашенко. Беларусь выступает за создание общего пространства доверия между Западом и глобальным большинством. Мезенцев. Лидеры ряда западных стран не готовы разделять моральную ответственность за будущее мира. Хрупкая экономическая ситуация в мире представляет угрозу международной безопасности. Евразия – это пространство, где может быть разработана новая система мироустройства, заявил глава МИД Сирии на полях конференции по безопасности. Лавров. НАТО подмяло под себя Европейский союз, который создавался европейцами для европейцев. Глава МИД Венгрии в Минске призвал к диалогу в мире для урегулирования существующих проблем, что означает не сжигать мосты, а строить их. Лукашенко. Самоорганизация глобального большинства – это страшный сон западных неолибералов и псевдодемократов. «Безопасность – это право всех стран мира, а не патент некоторых стран». Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на полях Минской конференции. Лебедев о необходимости новой системы безопасности. Груз противоречий достиг критического уровня. Рыженков. Запад должен перестать смотреть на Россию и Китай сквозь прицел автомата. Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть направлена на преодоление разделительных линий и создание единого, неделимого, безопасного пространства для всех. Генсек совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай. Лукашенко. США, несмотря на свой потенциал, оказались неспособны быть глобальной опорой для всего мира. Харрис готова пройти тест на когнитивные способности и хочет, чтобы то же самое сделал Дональд Трамп. Об этом она заявила телеканалу CBS. Прокуратура ЕС совместно с властями Бельгии расследует дело о нецелевом расходовании средств группой депутатов из крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии, сообщила политика. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении США защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. Напоследок, по традиции, несколько актуальных цифр. Более 60% украинцев перешли на дешевые продукты, почти 20% стали больше выпивать опрос исследовательской компании «Градус». Более 60% населения Востока Ливана стали беженцами с начала израильских бомбардировок. 190 тысяч рабочих мест в Германии могут оказаться под угрозой сокращения к 2035 году. Свыше 44 миллионов евро составляет налоговая задолженность предприятий латвийского общепита, что на 79% больше, чем до пандемии коронавируса. Виной тому непосильная налоговая нагрузка. 14 800 сделок купли-продажи заключили в Минске за 9 месяцев этого года. Звучат прогнозы, что в 2024 году рынок недвижимости побьет рекорды последних лет. 10 тысяч автомобилей в год составит мощность первого в мире завода по производству летающих машин. Предприятия строят в Китае, продажи начнут в конце года. О чем пишут и что говорят в Телеграм, мы собираем для вас новости, вы экономите время. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok